Алматинские полицейские начали расследование по факту мошенничества со стороны сотрудников одного из интернет-магазинов. На неправновимые действия правоохранителей пожаловались несколько десятков клиентов. Обманутые люди говорят, что сначала им объявили о выигрыше квартиры в столице, а потом попросили перевезти часть средств. Но в итоге ни денег, ни выигрыша. В финансовой махинации попытался разобраться Ануар Амангельдинов. Сообщение о выигрыше квартиры вмиг затуманило разум десятков клиентов одного из интернет-магазинов. Окрыленные приятной вестью люди без каких-либо сомнений начали переводить деньги за оформление документов и оплату налога. По разным оценкам, люди отправили на отдельные счета от миллиона до семи миллионов тенге. Но когда поняли, что их обманули, пришли в офис компании. Мне сказали, перед тем, как вы получите квартиру, вам необходимо оплатить налог за нее. Также просили перечислить деньги для оформления разного рода документации. Я им поверила. Пошла в банк, взяла кредит на сумму 1 миллион тенге и отправила средства на указанный им счет. Они обманули не только жителей Алматы, но и других регионов. В свою очередь, представители интернет-магазина все обвинения в свой адрес отвергают. По их словам, на отправленные деньги клиенты получили товар в виде бытовой техники, коробок с лекарствами и прочей продукции. Сейчас возврат денег никому не будет оформляться и так далее. Вы можете с данными заявлениями, с данными ответами, с данными накладными, которые вы получили, идти обращаться в полицию, либо в суд. Коллективный приход в офис компании для экс-покупателей интернет-магазина не увенчался успехом. Теперь все собравшиеся намерены писать коллективную жалобу в полицию. Если же и оттуда не последует каких-либо действий, то люди намерены обращаться в генеральную прокуратуру. Пресс-службию департамента полиции факт поступления заявлений подтвердили и отметили, что расследование по делу о мошенничестве уже началось. С заявлением в управление полиции Аллатовского района обратились потерпевшие по факту мошеннических действий со стороны фирмы КБТ-Стор. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 190, часть 3. Расследование продолжается. Сколько человек на самом деле пострадали от действий возможных аферистов и пострадали ли вообще, правоохранителям только предстоит разобраться. Ранее в департаменте полиции неоднократно призывали граждан воздержаться от вложения денег в сомнительные сделки, связанные с заманчивыми предложениями заработать на процентах и тендерах. Ануар Амангельдинов, Нурбол Абдекеримов, телеканал Алматы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова